Всем привет! С вами снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. В этом подкасте мы рассказываем про разные районы Москвы, про то, чем каждый из них уникален и про то, как в них живется. И в этом выпуске мы отправимся в район на северо-востоке столицы, про который и существует такой расхожий стереотип, что, дескать, жить здесь хорошо и комфортно, но каких-то особых достопримечательностей здесь нет. И сегодня мы этот стереотип разрушим, потому что тут есть необычные архитектурные памятники. И в самом центре района вообще можно увидеть всю Россию в миниатюре. Отправляемся в Алексеевский. Алексеевский район кому-то может показаться невзрачным на фоне своих более звездных соседей – Останкинского и Сокольников. Граница района проходит вдоль русла реки Яузы, вдоль Ярославской ветки железной дороги и парка Сокольники. Ну а с западной стороны, по проспекту Мира, живет здесь порядка 80 тысяч человек. Интересно, какова история Алексеевского района и чем он необычен? Мы спросили об этом у московского экскурсовода Ларисы Миловидовой. У этого района история, собственно, достаточно простая. Сначала там была деревня, которая постоянно переходила из рук в руки, но во всяком случае сама деревня упоминается еще в конце XIV века. То есть это поселение довольно-таки старое. Располагалась она прежде на берегу речки Копытовки, которую мы сейчас с вами не видим, но чувствуется там рельеф, потому что сам Тихвинский храм, например, на горке стоит. Улица Церковная горка называется. И вот как раз на берегу этой речки он стоял. Но название речки, это один из притоков Яузы, оно связано с одним из владельцев начала XVI века, Захарий Копытов, и, собственно, деревня тоже так называлась. До 1646 года не было храма никакого. И дальше вдова одного из лидеров первого ополчения смутного времени, Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, его вдова Анна Васильевна строит храм в честь Алексея Человека Божия. А потом, когда она умирает, у нее не было с мужем прямых наследников, то, соответственно, царь Алексей Михайлович забирает себе это место и превращает его первый, самый близкий от Москвы путевой дворец, который, к сожалению, тоже до нашего времени не сохранился. Но зато вот Тихвинский храм, который был построен как зимний, был с ним соединен крытым переходом, он сохранился до нашего времени. И вокруг этого храма, естественно, было поселение, которое располагалось в том числе и на двух сторонах современного проспекта мира, так скажем. Поэтому и застройка здесь была очень простая. А другая часть района Алексеевского, которая находится между метро Алексеевской и Рижской, условно, в основном это были поля, огороды. То есть застройки не было как таковой, но исключая 30-й год 19 века, когда вот эта Алексеевская напорная станция появилась. И потихоньку, естественно, так как все-таки Москва расширялась постоянно и росла, то там начинают появляться промышленные предприятия потихонечку. И уже к началу века 20-го там их было достаточно много. Район этот богатым, каким-то престижным никогда не был. Но, тем не менее, память об этих предприятиях, она сохранилась, например, в названии переулка Труболитейного, что говорит нам о том, что когда-то там находился Труболитейный завод. Сейчас это предприятие, естественно, не существует, но правоприемник его НПО «Импульс» на части территории там как раз находится. Еще, кстати, у Алексеевска очень интересное название переулков. Из серии «Ни за что на свете не догадаешься, почему они так называются». Но если, например, с графским переулком достаточно все прозрачно, эта территория принадлежала графам Шереметьевым, то вот, например, с переулком Кучиным... Почему Кучин переулок? Первое, что приходит на ум, ну, наверное, в честь владельца, потому что обычно это было так. Кто владел землей, там, участком, вот, значит, в честь владельца. А оказывается, на самом деле, что когда этот переулок назывался грязный... А вот мне тоже показалось, что, наверное, там были какие-то кучи мусора. Они так и были, да, на самом деле. Да, потому что когда грязный, не красивое же название, а грязный, потому что подпочвенные воды, и там постоянно такая вода стояла, грязно было. И вот в 22-м году Петр Сытин с комиссией, которая, собственно, переименовывала эти все переулки, они приехали, и оказалось, что этот переулок, этот грязный, он у них был последний на маршруте. Естественно, это было вечером, они уже устали всем. И когда они вышли из машины, посмотрели, увидели кучу мусора, так его и назвали Кучин. Тут еще кулаков переулок рядом, кстати, есть тоже. Вот почему кулаков? Что там, кулаками махали? Да, да, там махали кулаками. Кулачные бои проходили. Да, потому что рабочие, которые жили там, простой люд, у них был такой вот способ развлечения. Стенка на стенку, в свободное от работы время. А откуда такое название Алексеевский? В честь чего он назван или в честь кого? А вот как раз это является загадкой до сих пор, потому что когда в конце XIV века эта деревня упоминается, Алексеевская деревня, то объяснений, естественно, никаких не сохранилось. И считается, что в XVI веке деревня называлась, как речка, вот Копытовка. Но название Алексеевское вернулось. Очевидно, оно существовало параллельно, может быть, даже вернулось в некотором смысле, после того, как как раз вдова Дмитрия Тимофеевича Трубецкого построило храм в честь Алексея Человека Божия. Вот тогда уже село Алексеевское, которое из деревни превратилось в село, благодаря этому храму, оно уже вот закрепило фактически за собой это название. А почему вот она в его честь поставила этот храм? Пока, во всяком случае, я еще не нашла ответа на этот вопрос. Поэтому такая вот загадка московская. Если мы говорим про название района, то хочется упомянуть фамилию Алексеевых, московских предпринимателей и новаторов. Самым известным представителем этого рода стал Николай Александрович Алексеев. Он в конце XIX века был главой Москвы. По его инициативе началось строительство городской канализации и нового москворецкого водопровода. Именно при нем была построена Алексеевская насосная станция. Ну и, кстати, Алексеев – это настоящая фамилия Константина Станиславского, который приходился Николаю Алексееву двоюродным братом. Неудивительно, что в Москве много мест, так или иначе связанных с фамилией Алексеева. Но именно в том районе, о котором мы говорим сегодня, произошло как бы органическое слияние имен – Алексеевская деревня и Алексеевская насосная станция. Ну да, хотя, конечно, название этим местам дала церковь Тихвинской иконы Божьей Матери. Тихвинский храм был освящен не при Алексею Михайловиче в 1680 году уже при его сыне, царе Фёдоре Алексеевиче. Интересен он тем, что он не закрывался в советское время, хотя он пострадал во время, например, войны 1812 года. Его долго восстанавливали. Росписи, которые там сохранились, это росписи внутри, я имею в виду, интерьеры. В 1836 году художника Скотти, что само по себе уже здорово. Помимо этого, его план сохранил моленные царя и царицы, которые специально были сделаны, на самом деле, кажется, моленные царя. Но это маленькая ниша, которая к основному объёму примыкает. И там, в одной из этих моленных в царской, там сохранилась замечательная израсовая печень. Чего, согласитесь, нельзя наблюдать во многих других храмах. И это тоже его такая вот изюминка. Сам же храм, тоже интересный такой момент, у нас вообще традиционно, конечно, были вокруг храмов открытые галереи. Но здесь эта галерея, она очень широкая. И это фактически напоминание нам всем о том, что когда-то на единой общей площадке стояло два храма. То есть рядом с Тихвинским был храм в честь Алексея Человека Божия. Тихвинский зимний, то есть отапливаемый по этому печь. Алексеевский был летний. И ещё трапезная этого храма сохранила портал, который сейчас выглядит, как обычное окно. Но на самом деле это был когда-то портал, то есть дверь, поскольку это была часть крытого перехода, поскольку храм был соединён с деревянным путевым дворцом. Такие вот небольшие фрагменты старины, они там сохранились и дают нам возможность представить себе, как, собственно, это выглядело всё когда-то. Но, помимо всего прочего, он высокий, у него большой объём, и он, конечно, как такой домашний храм, он не выглядит совершенно. Колокольня у него была построена позже, поскольку когда в 1824 году он пострадал так от французов, то Алексеевский храм, видимо, совсем был плох, поэтому его просто разобрали и вот из этого кирпича собрали колокольню. Она тоже интересная, она выглядит как башня. А нижний храм у них посвящён воскресению Христову, и это память о Ростокинском храме, который был снесён в советское время. И иконы там необычные тоже. Ну, Тихвинская — это вообще одна из основных, так скажем, православия икон, и там список хранится, который облетел Москву в 1941 году, понимаете? И ещё и кладбище сохранилось, действующее маленькое, на котором похоронены в том числе сотрудники Алексеевской водонапорной станции, святые отцы, кстати, и замечательный художник Гелий Коржев, прекрасный актёр, советский рогволд Суховер, был одним из лучших, на мой взгляд, актёров дубляжа. Начиная от захоронений купеческих, Пётр Арсеньевич Смирнов, наш знаменитый водочный король, там упокоен со своей семьёй, да, был. Фёдор Ростопчин — это мэр города Москвы 1812 года, если говорить современным языком, да, плюс рядом с ним Децл, Нина Дорошина, наша знаменитая Надюха, да, из фильма «Любовь и голуби», Шурочка из фильма «Служебный роман», это Людмила Иванова, прекрасная актриса, они обе в театре современных служили. Опять-таки, большое количество захоронений, деятель Московского университета, Тимофей Грановский, Михаил Семён Щепкин — знаменитый наш актёр «Семейное захоронение», профсадовский. И если говорить о советском периоде, так там огромное количество людей, которые работали, сотрудников компании «Союзмультфильм», и ещё актёры, которые играли с Александром Артуровичем Роу. Это актёры знаменитой сказочной его команды, Анатолий Кубацкий, например. Кто такой Анатолий Кубацкий? Вот так рассказываешь, и люди... Ну, им ничего не говорит. Но если я скажу «Егупоп-77», все закивают головами и заулыбаются. «Егупоп» — это персонаж советского фильма «Королевство кривых зеркал». Он был снят режиссёром Александром Роу в 1963 году. Король «Егупоп» напоминал попугая и был чем-то вроде мема у советских детей. На самом деле сердце района, около метровой ДНХ, поскольку именно там территориально располагалось когда-то село Алексеевское. А то, что касается другой части от станции метро Алексеевское, где Алексеевского как самого села не было, то есть такая обманка с этим названием, но были его земли, это как раз история знаменитых предприятий, в том числе, прежде всего, это, конечно, Алексеевская водонапорная станция, которая в советское время носила название «Завод водоприбор». Завод водоприбор на Новоалексеевской улице занимал почти целый квартал и располагался рядом с Алексеевской насосной станцией. Про неё мы уже говорили. До строительства станции Мытичинский водопровод работал таким образом. Вода самотёком поступала в водоразборные фонтаны в центре города, а с появлением мощных насосов воду можно было уже доставлять в Крестовские водонапорные башни и дальше распределять водопроводы города. Крестовские водонапорные башни до наших дней, увы, не сохранились, но вот здания Алексеевской станции частично уцелели. Это поразительный пример дореволюционной промышленной архитектуры. Такие красно-белые постройки с открытой кирпичной кладкой. Они выглядят немного, ну, как пряничные домики. Автором проекта этого комплекса стал Максим Карлович Геппинер, который в конце XIX века занимал должность главного архитектора коммунальных служб. Нам он, конечно, знаком, как автор здания пожарной каланчи в Сокольниках на Русаковской улице. Началось всё, собственно, с Максима Карловича Геппинера, архитектора, постройки которого разбросаны по Москве. В том числе он был автором знаменитых крестовских башен, которые сейчас не сохранились, к сожалению. И в этом районе сохранился комплекс Алексеевской водонапорной станции. Этот комплекс выполнен в красно-кирпичном стиле. У него такая богатая история, связанная с развитием Московского водопровода, Матищинского знаменитого. И плюс рядом находится знаменитый комплекс. Правда, он не целиком сохранился. Это комплекс Бахрушинского приюта с великолепным храмом троицким, где сохранились фрагменты росписей. Это копии росписи Владимирского собора в Киеве. В общем, история там богатейшая. Приют братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных был основан в 1896 году. А центром приюта стала церковь живоначальной Троицы, освященная в 1903 году. Интересный факт. Ровно сто лет спустя в 2003 году на центральной стене храма под штукатуркой реставраторы обнаружили лик Спаса Эммануила. И автором этой фрески, скорее всего, был художник Виктор Васнецов. Известно, что он дружил с предпринимателями и меценатами Бахрушинами. Оказывается, что рядом там еще целый огромный пласт истории. И рядом находится знаменитая мазутка, так называемая. Мазутка – это улица Павла Корчагина сейчас называется. А вообще-то до этого назывался мазутный проезд. И вот как раз с этим мазутным проездом связано название ОПГ. Организованная преступная группировка, мазутка была такая в 90-х годах, которая держала, например, в страхе не только весь этот район, но и Рижский рынок знаменитый. И у самого завода водоприбор, в этих комплексах водонапорной станции бывшей, у них тоже очень интересные сохранились. Слава Богу, что они сохранились до нашего времени. Объекты. Есть несколько жилых домов, но буквально парочка. Правда, там вроде как я прочитала по программе реновации один должны снести, но пока еще есть двухэтажные дома. Тоже послевоенная такая архитектура, очень она такая камерная и милая на фоне всех этих грандиозных жилых комплексов. С одной стороны, с другой стороны, у них сохранился здание их бывшего бассейна для сотрудников, которые строили. Это здание 1987 года. Оно украшено, например, прекрасным мозаичным панно. А у нас сейчас как раз, слава Богу, поднимается тема о том, что все-таки советское монументальное искусство, к которому относятся вот эти мозаичные панно в 70-х, 80-х годах, было очень популярно. Это все-таки тоже наше культурное наследие. И, безусловно, это интересно. Но самым интересным, пожалуй, является двор. Вот если говорить о тайных местах, какие есть тайные места в районе Алексеевска интересны, то это, конечно, детская площадка, на которую мы обязательно заходим. Она была сделана в 77-м году, если я не ошибаюсь, студентами Мархи по заказу водоприбора. И называют ее первый аквапарк в Москве. Потому что это не просто детская площадка, где сделана мини-копия Ростокинского акведука, а еще и бассейны, которые наполнялись. Вот представьте себе такая жара, вот как у нас была как раз в июле. И вот вы выходите во двор поиграть со своим ребенком, а там бассейны прекрасные, плещется вода, и все это красиво украшено мозаикой, фонтан. Ну, это же потрясает воображение. К сожалению, в 90-х годах эта история закончилась, потому что водоприбор не смог договориться. Ну, поскольку развал Советского Союза это такая история, когда начинают уже делить кто что за что будет платить и так далее. Ну, и, соответственно, прекратили подавать воду, но сам комплекс, пусть хотя бы и не целиком, но тем не менее сохранился. Так что это замечательное место. Нужен адрес срочно. Где находится? Адрес это Новоалексеевская улица и Первый Рижский переулок, пересечения их. Так что найти это совсем не трудно, но здорово. И мы там на экскурсии обязательно бываем. Что сейчас на месте этой детской площадки? Она и есть. Пока еще. Только без воды. Бассейны есть, воды нет. Да, фонтан есть, бассейн есть и воды нет, к сожалению. А так есть. Завод водоприбор. Сама территория бывшего вот этого предприятия, она сейчас активно застраивается. ЖК «Серебряный фонтан» там находится. Вообще район Алексеевский, если характеризовать, то он тоже очень динамично развивается. И там появляется огромное количество новых жилых комплексов. Плюсом является то, что приводит в порядок, конечно, территорию с одной стороны. Но с другой стороны не очень приятно, что огораживают территорию и нет возможности пройти и что-то там такое посмотреть. В районе в последние десятилетия появилось несколько новых комплексов апартаментов. И большая часть из них бизнес-класса. Ну а если говорить про исторические жилые кварталы Алексеевского, то здесь есть несколько очень известных построек 50-60-х годов прошлого века. И это, конечно, исторические дома авторства Ивана Желтовского на проспекте Мира и в Рижском проезде. Они считаются последними завершенными проектами архитектора. И они были построены в период с 55-го по 57-й год. Дома называют близнецами, хотя в чем-то они очень разные и недаром находятся на противоположных границах района. Мои экскурсанты вот прям сегодня перед тем, как к вам ехать, отвели меня в одну из квартир знаменитого дома Ивана Владиславовича Желтовского на проспекте Мира. Потому что об этом доме я рассказываю как раз на своей экскурсии. Но для того, чтобы почувствовать объект, конечно, здорово, когда ты попадаешь внутрь, ты прошел по этим лестницам, ты приходишь и ты видишь этот объект изнутри, они, естественно, оживляют всю эту историю и в результате, конечно, дают возможность красочнее ее рассказать и описать. И, например, я отметила, что там есть у них в квартирах не только настенная вентиляция, когда такие решеточки, знаете, под потолком висят, но и напольная тоже, как в дореволюционных доходных домах. Тоже с такими красивыми небольшими решетками. Вот это дом Минсельхоза и строили его специально напротив входа, первого входа на территорию ДНХ, арка северного входа, соответственно, и он богато украшен, хотя проект был типовым, разработан изначально Иван Владиславовичем и дом-близнец абсолютно такой же по формам, он находится на Рижском проезде. Это, соответственно, тоже район Алексеевский и этот дом благато украшен, потому что он стоит по проспекту мира напротив входа. Он, естественно, должен выглядеть, был презентабельно весьма и он действительно таким выглядит. Он украшен очень красивыми мозаичными панно, чего нет у его брата-близнеца, к сожалению, потому что он не на такой центральной магистрали расположен, а просто около железной дороги. У него есть прекрасный барельеф и карнизы, которые обожал Желтовский, и мы их смотрим, панорамный лифт, то, чего тогда ещё не было и что было им придумано, стекляшки такие по бокам. И вообще интересно, что на проспекте мира есть вот такая интересная концентрация зданий совершенно разных фактически архитектурных эпох, хотя между ними примерно там может быть около 10 лет, например. Вот рядом с домом Желтовского стоит знаменитый дом на ножках, например. Они вообще под одним номером, 184, у них разные корпуса, просто 1 и 2, но разница между ними. Второй дом на ножках был построен к 68 году. И вот вам, пожалуйста, можно прям сравнивать, как строили дома и как они выглядели, условно говоря, в сталинскую эпоху, в 50-х годах, и как они стали выглядеть при Хрущёве, когда боролись с этими архитектурными излишествами. И тоже очень интересно получается, вот такая сравнительная характеристика. И дом вроде, казалось бы, типовой, панельный, но при этом он на ножках, что уже само по себе привлекает внимание. У него очень интересно расположены балкончики, и если подойти близко-близко к дому и поднять голову наверх, то вы увидите такую лесенку в небо. И, конечно, дом элитный, хотя, на наш взгляд, ничего такого элитного особого в нём нет, но тем не менее. И, например, в этом доме 10 лет прожил Константин Кинчев, который посвятил ему песню «Республика объединённых этажей». Ну и Сергей Лукьяненко, кстати, тоже местный житель очень часто районы Алексеевские в ДНХ, то есть Останкинский район, да, соседний, он упоминает в своих знаменитых произведениях «Дневной и ночной дозор». И этот дом он называет памятником спичечному коробку. Действительно, он узкий, если посмотреть издалека, он действительно узкий и похож действительно на такой коробочек, который поставили на ножки. У нас же дом на ножках, на курьих ножках, да, как говорят, ещё в беговом есть. Да, есть, но в Алексеевском их два, потому что за два года до этого, этот более знаменитый, а вот за два года до этого те же архитекторы Виктор Андреев и Трифон Заикин, они построили не 25-этажный, а 17-этажный панельный дом на проспекте Мира. Но, к сожалению, там случилось так, что ножки эти были заложены для того, чтобы там устроить магазины, и поэтому он не сороконожка. Так называемый дом на ножках был спроектирован архитектором Виктором Андреевым. И на момент своего строительства в 68-м году это был самый высокий панельный дом в городе. Для его строительства использовались новейшие технологии того времени. Панели делали на вибропрокатном стане, но это что-то вроде формующего конвейера. Таким образом, дом строили достаточно быстро. За неделю могли закончить целый этаж. Как вы считаете, можно ли назвать район Алексеевский зеленым районом? Как вообще там с парками обстоят дела? У района есть скверы, бульвары, такие вот зеленые фрагменты. Но на самом деле, почему нет какого-то большого парка, поскольку он существует, но просто за железной дорогой. Если пересечь железную дорогу, то там будут сокольники. Но юридически он относится уже к другому району, естественно. Хотя все туда ходят. Там прекрасные пруды. Опять же, Ростокино рядом. Ростокино рядом, да. Опять-таки, они граничат с ним. Как раз граница проходит как раз ровно вот где парк начинается, Ростокинский экведук. Там район Алексеевский заканчивается, начинается район Ростокино. И ВДНХ, опять-таки, через дорогу, если мы с вами проспект Мира пересечем, да, тоже большой зеленый массив. Дальше там Останкинский парк. То есть он сам по себе вот не имеет как бы зеленых крупных таких зон, но тем не менее, вот они вокруг него присутствуют. Я так понимаю, не сказать, чтобы уж прямо какие-то такие крупные были тут промышленные предприятия, но, да, действительно, были и сохранились. Кстати, вот рядом, например, с ЖК Серебряный фонтан до сих пор находится обширнейший комплекс, НПО Квант они называются. Потом были другие предприятия, они не все сохранились до нашего времени. Научно-производственное предприятие Квант в этом году отметило 105 лет своего существования. Начиналось оно как мастерская по производству гальванических элементов и батарей, в 50-е получило название ВНИИД, Институт источников тока. Именно здесь разрабатывали блоки электропитания, которые потом были установлены на первом искусственном спутнике Земли и на борту космического корабля «Восток», на котором Гагарин совершил свой полет 12 апреля 61-го года. В 2007 году предприятие переименовали в НПП Квант и сейчас оно по-прежнему занимается преобразованием различных видов энергии в электрическую. Здесь создают солнечные батареи и аккумуляторы. Вот этот район еще можно охарактеризовать как большое количество гостиниц. Главное, конечно, это космос, но вокруг нее и за ней более ранние постройки. Почему? Потому что рядом ВДНХ, естественно, большое количество гостей надо было размещать где-то рядом, поэтому там, конечно, такая была огромная. Ну и до сих пор в принципе большая концентрация всяких разных гостиниц. Их достаточно много. И это постройки тоже опять-таки 50-х годов. То есть даже с архитектурной точки зрения это вот такой, ну он не заповедник, конечно, но тем не менее все равно очень интересный район, когда можно вот так вот изучать советскую архитектуру, переходить от одного здания к другому. Но лучше проходить дворами. Если они не закрыты, то это очень такая хорошая история. Ты идешь по проспекту Мира и тебе кажется вот этот шум, гамм, много машин, какая-то суета бесконечная. И вдруг ты сворачиваешь в этот двор, а там фонтанчик такой симпатичный. И, например, стоит стела, которая посвящена жителям района Алексеевский, которые были участниками Великой Отечественной войны. То есть вот такие вот памятные знаки маленькие, они там встречаются. И это, конечно, оживляет район. Еще и там комплекс большой Академии МЧС. Например, вот улица Бориса Галушкина, чудное здание с 40-го года постройки. Там, между прочим, в 41-м году бункер сделали, бомбоубежище, чтобы туда, значит, руководство НКВД спрятать в случае, если Москву немцы возьмут и везти оттуда уже, координировать, значит, партизанское движение, к примеру. А так проезжаешь мимо на трамвае и внимания можешь не обратить. Ну, красивое, действительно, здание по фасаду, но так, чтобы там еще и бункер был, то, конечно, об этом надо знать. Это Академия МЧС, там много комплексов. Опять-таки, здание общежитий, то есть молодежи много, студентов. А здание общежития, они были построены к 80-му году для того, чтобы разместить там журналистов, потому что журналисты приехали на Олимпиаду, и пресс-центр находился в нашей гостинице «Космос» знаменитой, которая до сих пор очень, кстати, популярна. Но самой популярной она стала, конечно, после того, как Жанна Фриске по ней на Мазе на Красной проехала, помните, в фильме? Опять-таки, по произведениям Сергея Лукьяненко про дозор. Гостиницу «Космос» построили в 79-м году, и она стала результатом совместной работы группы архитекторов из СССР и Франции. Ну и технологии тут использовались совсем не советские. Например, стеклопакеты на окнах, система управления отоплением и ключи-карты, как в западных отелях. А на открытии гостиницы выступали Алла Пугачева и Джо Дассен. А подчеркивает связь с Францией площадь, названная в честь президента Шарля де Голля. На ней стоит памятник авторства Зураба Церетели. Вот если говорить о каких-то деталях и таких вот неочевидных каких-то сокровищах, давайте их так назовем, дом оптики, он находится рядом с гостиницей «Космос». Здание со стороны проспекта Мира очень невыразительное, просто стекло и купол непонятный, чего там делает этот купол. А на самом деле в 72-м году, когда построили это здание, этот дом оптики, то здания гостиницы «Космос» еще не было. И была такая идея поставить там телескоп и наблюдать за звездами. Но когда буквально семь лет спустя поставили гостиницу «Космос», то «Космос» закрыл «Космос» и телескоп, кстати, тоже не привезли. Но так как здание спроектировано с внутренним двором, то внутри можно увидеть еще один фрагмент советского монументального искусства. Это работа 74-го года. Тоже мозаичное панно, которое называется «Микромир и макромир». А вообще как обстоят дела с инфраструктурой? Как вы считаете, как там с транспортом, как с социальной инфраструктурой? С транспортом там автобусы и трамваи тоже. Есть, которые везут в «Сокольники» или там рядом еще опять-таки дальше на северо-восток. В другую сторону они туда в «Останкино» едут, там разворачиваются. В общем, с транспортной доступностью неплохо, но, конечно, хотелось бы, чтобы у станции метро «Алексеевская» был бы еще один выход из метро. Потому что, конечно, когда строится огромное количество жилых домов, а там, я повторюсь, очень активно развивается вот это жилищное строительство, смутно себе представляешь, что же будет происходить в час пик. До центра рукой подать? Да, абсолютно. В Алексеевском районе две станции метро. Это ВДНХ и, соответственно, Алексеевская. Так что в центр добираться очень удобно. И занимает это не больше 15 минут. Плюс по границе проходит Ярославская ветка железной дороги. И платформа «Маленковская» со временем войдет в МЦД-5. Кстати сказать, вот рядом железная дорога и тема железных дорог, а именно объектов, которые принадлежат МИИТу, то есть Российскому университету транспорта, она тоже очень развита. Значит, там колледж инженеров транспорта как раз МИИТу принадлежит. Там гимназия МИИТовская. Тоже, кстати, все в старых постройках. Там 30-е годы, опять-таки там 50-е. И вся эта история там тоже совершенно, конечно, не случайна, потому что Ярославская железная дорога, которая начала свой отчет в 1862 году, это, конечно, заслуга выдающегося инженера путей сообщения Андрея Ивановича Дельвига. Кстати сказать, одно из старейших зданий, которое, естественно, оно сейчас там отремонтировано и все, но тем не менее в основе там постройка 1928 года это замечательная музыкальная школа, которая носит имя Евгения Федоровича Светлановна. И он там был, с ребятами занимался, поэтому после его кончины вот в его честь, собственно, эту школу назвали. Да, так что там много таких вот интересных мест, которые на первый взгляд в глаза совершенно никоим образом, конечно, не бросаются. Ну, а какие есть места, где можно погулять, оккультуриться, так сказать? Вот, кстати, если с детьми, например, то один из не таких старых, так скажем, культурных объектов это Царь-Макет, например. Вот, я там тоже была, это интересно. Царь-Макет открылся в 21 году и сейчас это самый крупный макет в России. Он занимает около 800 квадратных метров. Ну, и представляет он из себя уменьшенную копию самых знаковых мест в стране. Масштаб макета 1 к 87. И здесь два десятка разных городов, около 2,5 километров автомобильных и железных дорог. А еще здесь есть интерактивные сценки, которые посетители могут включать сами. В общем, сюда можно приходить снова и снова и всякий раз обязательно увидишь что-нибудь новенькое. Ну, а если взрослые какие-то сами любят погрузиться, так скажем, в историю, например, декоративно-прикладного искусства, то я знаю, что как раз в этом районе многие творческие люди, они арендуют помещение и располагаются у них там мастерские, бывший комплекс, общежитие ватной фабрики. Это рядом с домом Желтовского, два неприметных таких беленьких здания, на самом деле это шедевр конструктивизма, эти неприметные два маленьких здания, от которых от комплекса сохранилось всего два вместо трех, потому что третий был деревянным. И вот там, когда уже ватной фабрике не было и, так сказать, приказал долго жить, то там был как раз вот такой вот ДК завода текстильмаш-деталь, это тоже предприятие, которое там находилось в районе Алексейске, и там показывали кино. А так как этот комплекс, почему я его называю шедевром, потому что всего таких комплексов, где в постройках присутствовали ячейки типа F, их в Москве было три первоначально. Это знаменитый комплекс на Гоголевском бульваре, показательное жилое строительство, это дом Наркомфина знаменитый, и вот этот... Что такое ячейки типа F? Ячейки типа F это шедевр русского авангарда. Ячейка типа F это квартира площадью 33-34 квадратных метра, которая имеет два или три уровня. Такие квартиры проектировались как малосемейные в том смысле, что один-два человека там должны были первоначально проживать. Они имели такое количество уровней для того, чтобы распределить и максимально плотно, и максимально большое количество таких вот ячеек расположить в одном здании, они все располагались по одной стороне вдоль коридора длинного, и у нас в Алексейском тоже было такое здание, и вот как раз это здание, оно было соединено с этим ДК, и дети бегали там смотреть кино бесплатно, и просто заходили в это здание, и прямо со сцены сидели, смотрели фильмы. Ну, сейчас уже, конечно, этого нет, там всё сдаётся в аренду. Вот, а ячейки типа F это компания Моисея Гинсбурга, в данном случае ещё Соломон Лисогор ему помогал, и они специально были разработаны для того, чтобы быстрее и максимально дешевле, то есть денег не было в советской стране в начале, там, первые советские годы, то есть это двадцатые годы, конечно, мы берём, и, соответственно, чтобы максимально большое количество людей поселить, но такими какими-то минимальными затратами, да, и вот таким образом, спроектировав эти ячейки, собственно, они дали возможность людям поселиться отдельно, но при этом в этих ячейках, вот в данном случае сейчас про комплекс в Алексеевском только говорю, душевые туалеты и кухни находились на этаже, то есть это фактически, ну, такая общага, если хотите, да, но интересны они вот как раз тем, что это количество уровней, два или три, оно распределяло зоны в квартире, то есть было две комнаты, одна гостиная, у неё там высота потолка три и шесть, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то такое, и вторая там два пятьдесят пять, по-моему, это была спальня, и, естественно, в таких помещениях было очень сложно какую-то мебель такую поставить, да, поэтому очень активно использовались подвалы, где были коморки, либо Соломон Лисогор придумал встроенную мебель, и в том числе Лисогор и Барши разработали так называемую кухню-шкаф, и вот представляете, оказывается, что вот эта вся история с этими ячейками типа F это современная история, потому что сейчас малогабаритные квартиры двухуровневые квартиры, ну, можно и всё. Встроенная мебель. Встроенная мебель, кухни, которые вписываются в очень маленький шкаф, да, в какое-то пространство, это всё необычайно популярно сейчас, и фактически современные, так скажем, дизайнеры, да, они переосмысляют вот этот опыт, который был тогда накоплен уже. Как бы вы описали Алексеевский район? Вот какой у него дух? Какой характер? Одним словом, наверное, сложно. Я вот думала над этим. Почему-то вот первое, что возникает в моём сознании, когда я думаю об этом районе, это вот такая вот сеть дворов. Вот почему-то он у меня таким видится, что вся прелесть у него, она скрыта как раз вот в этих вот дворах. И что, если вы хотите его увидеть и понять, и почувствовать, то вы должны именно так по нему передвигаться, а ни в коем случае не по центральным улицам, которые вам, ну, практически не дадут понимания этого района. Так что, наверное, это грубо, наверное, дворовым его назвать. Камерный, да? Да. Его надо открывать именно вот таким вот способом. Мне, во всяком случае, он таким вот видится. В начале этого подкаста мы говорили о том, что Алексеевский как бы затмили соседние с ним районы. У них и парков больше, да и каких-то ярких достопримечательностей. Но вот как оказалось, во-первых, и в самом Алексеевском немало интересных мест, а во-вторых, этот район нельзя воспринимать отдельно от его соседей. Да, для большинства горожан административные границы это все-таки просто условность. Поэтому жители Алексеевского с удовольствием ходят гулять в соседние парки и посещают культурные и социальные центры соседних районов. И с каждым годом эти связи становятся все крепче, потому что и транспортная, и пешеходная доступность улучшаются. Буквально на днях, пока мы готовили этот подкаст, открылся Вантовый мост через Яузу и связал Алексеевский район и Ростокино. Теперь достаточно просто перейти реку и оказаться в парке у Акведука, а оттуда отправиться на прогулку по бескрайнему парку Яуза. Да, и это лишь один из тех прогулочных маршрутов, которые мы пока еще не успели изучить. Но обязательно изучим в одном из новых выпусков подкаста про мой район. А пока мы прощаемся с вами ровно на неделю до следующего четверга. Если вам было интересно, то не забудьте, пожалуйста, нам поставить лайк и подписывайтесь на наши соцсети. С вами были Даша Судакова и Настя Масляева. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok